Доброе здорово! Сократенький видосик. Вот я вам выкладываю разного рода видосы. Ну, например, последний это эмоциональный гимнастик. Ну, такое несколько с выпендрежем. Все то, что я выкладываю, это не просто, знаете, вот, я уже, по-моему, говорил, чтобы просто-напросто, как бы сказать, потешить ваше любопытство или еще. Лично я вот так вот живу. То есть я стараюсь и слова соблюдать, и эмоции соблюдать, и эмоции вызывать, и вызывать внутри себя радость. И допускать, чтобы что-то было такое, знаете, вот, вокруг меня плохое. И получаются очень интересные результаты. Поэтому я сейчас все это дело эмоциональный гимнастик переведу на платную подписку, чтобы те люди, которые непраздно забежали на канал, что-то там посмотрели, там, допустим, хи-хи-ха-ха, как я сделал позу льва для того, чтобы оздоравливать горло, гланды. Для всех это явилось чем-то таким, знаете, приколом, супер приколом, неожиданным. Вот, чтобы пользовались те люди, которые заинтересованы в этом деле. Так вот, все это выкладывается для того, чтобы была конкретная польза тем людям, которые заинтересованы в том, чтобы получить, а не просто какие-то там узнать, знаете, такие там новостя и прочее, прочее, прочее. Вот, что я вам хотел сказать, что я этим живу. И вот, когда вы начнете более-менее этим жить, тогда у вас начнет получаться что-то. И я стараюсь не опускаться, знаете, до какой-то такой детской простоты и наивности. Вот, допустим, инкогнито. Шесть часов назад оставил комментарий. Атеросклероз, чтобы победить, надо, чтобы кремний был в организме. Все. Вот кремний в организме. И если кремнию воду вы пьете, значит, никакого атеросклероза не будет. Атеросклероза этого. Куча причин. Не только в кремнии. Что остальное можно ничего не делать. Вот такая вот простота, я так понимаю, большинство народа любит вот такую простоту, кремнию воду. Так, а зарядили, пьем, и все, и мы молодые, и здоровые, и тысячу лет живем. Нет, надо все-таки головой работать. Ирина Семкевич пишет 15 часов назад на эмоциональный гимнастик занятия 2. А если пару месяцев назад умер супруг, как танцевать и петь? Как пережить это? А вот это как раз эмоциональная гимнастика, как раз для вас. А для того, чтобы пережить это, надо иметь правильное мировоззрение, которое говорит, что рождение и смерть, как и жизнь, это естественные процессы. И к ним надо относиться соответственно. Раз вы уже ничего не можете сделать, остается это принять и жить дальше. И как раз для того, чтобы восстановить после этой утраты, когда вы были в горе, потеряли собственную энергетику, снизили ее потенциал, пожалуйста, воспользуйтесь вот этой гимнастикой эмоциональной. Это не только танцы, но и работа со словом, работа с образом, просто хотя бы ходьба. И, конечно же, работа с мыслью. Это как раз вот для этого. Предлагают таблетки от депрессии. Будто они помогут что-то там сделать, вернуть эту утрату. Я даже не знаю, что дальше надо сказать, но я уже все сказал, что хотел. И до этого говорил, надо иметь правильное мировоззрение, на котором далее строятся черты характера, и человек с ними идет по жизни. И в зависимости от того, как вы построили свои черты характера, как вы владеете своим сознанием, как вы можете общаться с разумной вселенной, зависит ваша жизнь. И вот совсем другой подход. First name. 18 часов назад. Слово – это сила. Помню, когда я начал очищать свой лексикон, первонаперво нужно было избавиться от матерщины. То есть, в первую очередь, конечно, избавляемся от слу-паразита. Эту заразу выкорчевывать нужно, выжигать каленый железом. Ох, поначалу, как порой было трудно подобрать нормальное, корректное слово для выражения своих мыслей. Это было даже забавно, но нужно делать, и дело пойдет. Вот именно. Нужно делать, и дело пойдет. Опять-таки, знаете, все зависит вот у нас. У нас различное окружение. Мы сейчас даже не будем говорить о людях. Мы не будем говорить о словах. Мы будем говорить о людях. Мы выросли в детстве с одними людьми. В юности были с другими людьми. В зрелом возрасте. С третьими людьми. В старческом возрасте, пожилом-старческом. Еще у нас круг людей меняется. И в зависимости от того, как вот поется, будешь жить с ворами, значит, будешь по воровским меркам все это дело делать. Будешь там по-другому жить, значит, будешь по-иному. И вот человек в жизни должен окружить себя теми людьми, с которыми ему комфортно, в первую очередь. Это очень важно. Может он это сделать? Да, конечно, может. Надо просто-напросто набраться уверенности в своих собственных силах. И сделать это. Могут сказать, жилища нет, работы нет, или еще нет, чего-то, или еще чего-то нет. Нет, все это можно лишить. Все это можно лишить. Была бы на этом ваша воля.